Хоу-у-у! Как обычно, в 9 часов начинается у нас утренний эфир, ровно в 9 часов и ровно час. Итак, друзья, сегодня в прямом эфире радиостанции Хакаси Айфэм будем говорить о здоровье. Но я думаю, что все привыкли к тому, что в 9 часов у нас гости. Немножечко отступим от лекарств, речь немножечко пойдет о других источниках. Ну вот будем, например, давайте поговорим о травочках, хотя это тоже очень сильно интересная такая и противоречивая тема. С этим вопросом будем разбираться досконально и нам поможет Потребков Василий Владимирович, руководитель предприятия Фиточай, кстати, Фиточаи, наверное, да? Фиточаи Хакаси, здравствуйте. Здравствуйте. Всем доброе утро и всех, кто вступающих. Фиточаи правильно говорить? Да, Фиточаи Хакаси. Прекрасно. Доброе утро. Доброе. Давайте все-таки сначала такой экскурс небольшой проведем. Вы начали свою деятельность аж в 2001 году и почему-то в Новосибирске. Кстати, вот почему-то в Новосибирске. У нас принято считать, что те, кто живут в центральной части России, им кажется, что вся Сибирь, сердце ее в Новосибирске. Ну, так произошло, что в любом случае родился я здесь на просторах Хакаси, в поселке Майна и, по сути, до 11 класса здесь и учился. Потом уехал учиться в США, потом вернулся в Новосибирск. Вот, так я там и оказался, поступил в НГТУ, закончил, ну, ряд еще учебных заведений закончил. И русско-немецкий университет бизнес-планирование, и президентскую программу, ну, и разные еще. Вы сейчас сткнули в такую точку, которую мы не сможем никак обойти. Вы в США что делали? Учился, выиграл конкурс в 16 лет. В 16 лет? Да, стал студентом по обмену, и год там проучился. Будучи там, выиграл еще один конкурс, и второй раз опять ездил за счет правительства Соединенных Штатов туда же. А учились на кого? Хай-скул, обычно хай-скул, это высшее учебное заведение. Хай-скул среднее же было? Да, это среднее. То есть у вас получается английский еще и совершенно... Свободно. Свободно очень. Даже диплом на президентскую программу защищал на английском. Это прекрасно. Это прекрасно. Прям у нас, я вот, честно говоря, немножко в замешательстве не ожидал я вот такого поворота, но окей, хорошо. Почему вернулись? Из США, в смысле, в Россию? Ну да. Всем же кажется, что Соединенные Штаты Америки это какой-то рай на земле. Да это не так. Там, наверное, же все прекрасно. Нет, там прекрасно, когда денег полно. Лично мне было не по пути с людьми, которые в лицо улыбаются, а за спиной говорят и гадости стучат. Это правда? Это правда. Это правда. Они не... Ну... У них совершенно другой менталитет. И я даже в этом возрасте стал впитывать вот это вот все. Я бы сказал, гадость, да. Хорошо вовремя как-то отскочил. Это у них называется ответственность? Это называется товарно-денежные отношения везде и всюду. Там вот даже друг вот попросил, да, там, да, помоги мне переехать, примерно, да. Да не вопрос, конечно. А потом вечером мне сотку баксов сует. Типа, ты же работал. Ну, как-то, ну, мне не по понятиям-то. Не, ну, в смысле, друг же, друг же он другу рознь же. То есть, если ты с ним знаком жапошно. Ну, вот, да, ну... А он бензин тратил. Я тоже, я стараюсь друзьям и даже родственникам совать деньги, потому что, ну, ты тратил бензин, ты приезжал, ты мне помогал. Он откажется, хорошо. Ну, одно дело, бензин. На бензин, да, это другое дело, вот, там, почасовая оплата, да, грубо говоря. Пять, там, восемь долларов часто, ну, за такую вот... Неожиданный поворот был. Даша беседа приобрела. Да, давайте, может, все-таки к даткам вернемся. Давайте все-таки, да, вернемся все-таки. Да, вот, и вы вернулись, получается, в Новосибирск. И как вас вообще судьба привела к этим, ко всем... Ну, давайте начнем. Началось это все намного дальше в прошлое, так скажем. Я уже в третьем поколении травами занимаюсь, лекарственными. Бабушка травмится. Нет, я по мужской линии, у меня дед Подтерепков, Василий Григорьевич, в 70-м году изобрел кедровую фитобочку. Да, есть патентные изобретения у нас в семье, и фитосборы запатентованные. Отец у меня народный целитель, прекрасные мази делает, бальзамы, причем он вообще даже нигде себя не рекламирует, работает серафанное радио, ему со всей страны заказывают. Давайте все-таки дождем с фитобочки, то есть получается, если вы сказали патентное изобретение, то фитобочка это ваше, получается, семейное изобретение какое-то? Да. И их сейчас огромное количество. Да, их полно. Да, но в смысле вы хотите сказать, что это вы начали вообще всю эту историю? Дед мой. Дед ваш начал. Не я, да. Так, хорошо, давайте тогда поясним, в чем смысл вообще этого. Я не углублялся, видел в интернете много, то есть некая бочка, насколько я видел и читал, это кедровая бочка, в которую тебя садят, откуда у тебя торчит только одна голова, и там как-то тебя каким-то способом распаривают. Все верно, все верно. Можно как голова, чтобы торчала наружу, так и внутри, чтобы была. Когда внутри, намного эффективнее получается сама процедура за счет впитывания в альвеолы легких биологически активных веществ лекарственных растений, которые находятся в фитопаре, да. По сути, вот парогенератор, кипят травы, это сбор. То есть у нас, допустим, это там 54-63 наименования лекарственных трав там в некоторых там, да. И вот весь этот пар насыщенный, вот там алкалоиды, флавоноиды, сапонины, терпенины, эфирные масла, назовем это биологически активные вещества лекарственных травок, они вместе с паром поступают в фитобочку кедровую. Не горячо это сразу? Нет, здесь, знаете, температурный режим, во-первых, 42-52 вот в этом диапазоне, да, но за счет того, что стопроцентная влажность, она переносится по-другому, нежели в обычной сауне. Но из курса обычной физики седьмого класса всем нам известно, что точка выпадения росы всегда на теле с наименьшей температурой, да. Температура тела человека 36,6, соответственно, в бочке 42-52, и весь этот фитопароконцентрат, он как раз оседает на теле человека. И тем самым вот... Конденсируется. Конденсируется, да. Открываются поры кожи очень быстро. За счет того, что повышенная температура, соответственно, человек начинает потеть, этим конденсатом все это смывается, у пара повышенная проницательная способность, поэтому он очень быстро и глубоко проникает, опять повторюсь, насыщенно всеми этими благами, травками, вплоть, очень глубоко, вплоть до костей, что подтверждается быстрым их сращиванием даже в старых переломах. И за счет вот того, что еще и голова внутри, ну, тут уже сам человек выбирает, либо снаружи, либо снутри, параллельно все это идет, насыщение через алиолы легких впитывается в кровь, разносится по всем органам и системам. Также попутно идут все эти бронхолегочные заболевания, там, ларингиты, фарингиты, танзелиты, кашли, пневмонии и так далее. Женщинам очень нравится такой косметический эффект классный получается, это как коллагеновые масочки, представляете, там за один-два раза там особо не увидишь, а за курс это 10 сеансов, там, ну, существенно это все, все заметно. Волосы становятся мощнее, сильнее, здоровее после, особенно, хип-завивок там окрашивания. Переборщить этим как-то можно вообще? Ну, здесь в любом случае, конечно, нужна мера, как и во всем в этом мире, желательно проходить, ну, хотя бы курсы, это 10 сеансов, ну, хотя бы раз в год, да, всем нам известно, что лучшее лечение это профилактика, и лучше, и намного дешевле поддерживать себя. Чем потом лечить? Да, конечно. Вот. Кому нравится болеть? Никому. Все это тоже самое относится и к фиточиям, потому что здесь мы их употребляем внутрь. Фиточии, видите, тут тоже еще такой момент. Там тоже, да, очень тонкая грань на самом деле, потому что, ну, как-то у нас у людей, ну, не все до конца понимают, что же все-таки такое травочки, да, то есть кажется, ой, травочки, они же вроде как-то, ну, и почти безопасные, и пить их можно в любых сборах в любом количестве. Нет, это не так. Это не так, совершенно, да, потому что это вот две таких пограничных группы, да, которые считают, одни, что вот я лечусь только травами и таблетки, это все фигня, а другие говорят, что травки ваш не помогают, я лечусь только таблетками, вот, причем совершенно не осознавая, что, в общем, действующие компоненты, они, в общем, переходят из одного в другое, то есть огромное количество таблеток именно основаны на каких-то травах. Да, возьмем тут же ацетилсалициновую кислоту, это же... Ива, по-моему. Что? Ива, по-моему, если я правильно понимаю. Нет, это таволгоеволисная, из нее, это белоголовник, по сути, и в конце 19... Белоголовник даже? Белоголовник, таволгоеволисная, это одно и то же, название одной и той же травы. Просто в конце 19 века именно из него выделили ацетилсалициновую кислоту и... Аспиринчик нашли. Да, да, именно так и до сих пор фармацевтическая промышленность использует его для производства вот именно этого... Аспирина. Да. Я сейчас не знаю, конечно, может быть, они уже вывели синтетический аналог какой-то, но очень долгое время именно им пользовались. И вот этими вещами, ну, получается, и вы, то есть нужно же быть большим специалистом, да, то есть очень просто же навредить, наверное. Вот именно поэтому вот в область с фиточаями без знаний лезть не стоит. Так же, как не стоит, вот просто даже на природе там отдыхаешь, вот там травка раз, два, три там тоже. Знаете, я вам хочу сказать, есть такой самый большой альманах грибов на всей планете, там, собранный со всей планеты, там, все-все грибы. И вот мне очень нравится там, открываешь первая страница, написано, все грибы съедобные, но некоторые только один раз. Только один раз. Вот это вот можно отнести и к травам. Вот, поэтому здесь обязательно нужны знания. И вот, к сожалению, практика показывает, некоторые люди, которые вот сейчас пытаются зайти в этот рынок, там, или не рынок, я не знаю, ну, как бы заняться этим делом, лезут туда вот без знаний. И такие там дрова ломают. Это же прям смертельно опасно. Можно же как-то это сертифицируется как-то. Нет, ну, я так скажу, конечно, есть, конечно, ядовитые растения, это однозначно. Огромное количество. Вот, здесь. И у нас растут прекрасно, между прочим. Да, конечно, как и везде. Вот, поэтому здесь без знаний лезть нельзя, там, да, потому что здесь можно наломать дров, не дай бог, там, не только себе, но и другим. Да, ну, и вот есть, допустим, наши, вот, вы уже упомянули, белоголовник, ну, то есть, из самых таких известных трав, то есть, то, что мы знаем, то, что мы здесь, к чему привыкли, это белоголовник, душица, смородина, ничего, у нас там еще есть малина, из чего мы на природе варим чай. Это безопасно? Это, конечно. Эти травки очень хорошие. Только на пользу? Только на пользу. Есть у нас, вот, еще замечательная трава, например, называется чистотел, которую, я слышал, тоже ядовитая. Конечно. Их очень много, на самом деле, ядовитых. Это, вы знаете, прикол был такой, ты на универсиаде работал, когда вот этим, это весной. А в продажах же как? Главное же сначала зацепить там, а там много же этих спортсменов иностранных ходило. Ребята, подходи, ну, все, на английском, понятно, это. Ходите попробовать сибирский мельдоний. Что? Сибирский мельдоний. Сагандаля? Да, да, да. А им даешь эту банку сагандаля, они, вау, а там же такой ароматище, там, карамельно-земляничный, такой сильнейший аромат. Что это? Ну, и все там уже, они мои, так сказать. Без пачки чая никто не выезжает. Потом, да, потом не заскочишь. Так вот, что касается флагмана, да. Хочу начать с того, что даже вот Ванга говорила, что травы полезны именно те, которые произрастают в месте проживания человека. Это что касается вот китайского чая. Китайский чай, он прекрасный чай, но он полезен для китайцев. Там, вьетнамский для вьетнамцев, шри-ланкийский там для шри-ланкийцев, индийский для индийцев, сибирский для сибиряков. Вот мой главный посыл, да, какой. А вы прямо сейчас, как, господи, как его замечательного нашего звали-то, да почему я забыл, да почему я забыл, как его зовут. Да господи, который говорил, что отдыхать нужно только там, где живете. То есть не нужно ездить в Таиланды, отдыхайте здесь. Ну, я здесь не согласен, конечно, с ним. В Таиланде здесь, конечно, отдыхайте. Почему я вспомню, я скажу, да. Прекрасная музыка. Кстати, вот, коль скоро мы это затронули, вы сталкивались с какими-то травами, которые, допустим, у нас здесь не произрастают, а где-то в других поясах, и вот... Да, конечно, сплошь и рядом, даже на территории России. И вы свои сборы... Нет, фиточи и хакасии используют только дикоросы и только которые произрастают у нас в хакасии, которые заготавливаются именно... А нищенка я вспомнил, господи, все, извините. А нищенка. Я, собственно, ручно этим всем делом занимаюсь. Это у нас семейный бренд, мы продвигаем его, позиционируем как семейный бренд. То есть даже на сайте можно посмотреть, это реальные фотографии, и у нас и дети задействованы, и жена... Неужели вы только своими силами? Нет, ну есть, конечно, наемные рабочие, но они у меня ездят вместе со мной, то есть и под присмотром, но в любом случае все этапы технологического процесса производственного, это все... Там же все... Да, там все не так просто, и мне доводилось, и я очень люблю Иван-чай наш. Вот, кстати, про флагман, вот мы опять ушли в сторону, про флагман русский чай, это Иван-чай ферментированный, он же Копорский. Копорский, это пошло название от села Копорье, что начали, ну, насколько мне известно, начали его делать наши предки в 12 веке в селе Копорье, это нынешняя Ленинградская область. Тогда, конечно, никакой Ленинградской области и в помине не было, но село Копорье было. Это уникальный чай, на самом деле, наши предки лечили 90% всех заболеваний, там огромный послужной список. Я на сайте большую статью про него написал именно, не потому что просто хотелось написать, а потому что про него действительно есть что написать. Я слышал такую историю, не знаю, вот вы подтвердите или опровергите, пожалуйста, вот эту информацию, что чай изначально в Англию, в Британию поставляли из России. И это был именно Иван-чай, Копорский чай, и поставляли его из России. И только потом, в результате каких-то определенных экономических подвижек, нас перебил Китай. Ну, немножко не так. По большому счету, да, Российская империя в огромных количествах импортировала его в Европу, не только в Англию, между прочим. Была такая нордистская чайная компания. У нас же, как не у нас, Индия только в 64-м году, по-моему, перестала быть колонией, да, английской. Вот, а до этого вмешалось обычно товарно-денежные отношения. Совершенно верно. Англичанка в очередной раз, так, нагадила. То есть, то, что сейчас происходит экономическая там война, санкции и тогда, то есть, ничего не меняется, просто все циклично в Европе. Да, да, это именно так. И они там инициировали компанию информационную против русского чая, якобы там была замешана там какая-то белая глина, но что-то придумали, типа, вот как сейчас там ВАДы раскачивают. Да. Вот, и на основании этих выдуманных фактов, highly likely, которые они так любят употреблять, и в данный момент в том числе, просто запретили импорт русского чая, то есть, кокорского чая, иван-чая нашего. Да, только деньги, ничего личного, только деньги. Вот, это действительно так, но, что касается свойств иван-чая, я вот, их на самом деле много. Он содержит 17-18 аминокислот, в зависимости от места его произрастания, ощелачивает кровь и организм в целом, что так необходимо там, да, для нас. Это же первая трава, которая растает после пожарища, да, на щелочной среде. На агарках собирают, да. Да, потом содержит 2-3 таблицы Менделеева, причем нужной ее части, понимаете, да, хорошей части. Ну, там, поскольку я занимался тоже и изучал немножечко эту тему, и конкретно именно иван-чая, там очень важно его правильно заготовить, очень важно правильно его ферментировать. Очень важно, очень важно. Потому что нельзя его просто так нарвать и залить кипятком, это не получится. Да нет, конечно, это совсем другое пальто получится. Вот, но самое главное свойство иван-чая, именно ферментированного, подчеркну, это то, что при постоянном его употреблении он бонусом дарит до четверти жизненного цикла. Ну, вы перебрали, до четверти, 25 лет. Я так 100 лет себе отмерил, говорю, 25 лет. А вы знаете, что когда была блокада Ленинграда, это был, по-моему, август 41-го, не помню фамилию генерала этого немецкого, короче, им был отдан, когда пошла танковая дивизия, пошли на блокаду Ленинграда, немецкая контрразведка прочухала. А в селе Копорье, там был научно-исследовательский институт по изучению свойств иван-чая, возглавлял его Бадмаев, вот фамилию помню, вот с именем могу наврать, ну, в общем, Бадмаев. И он заявлял, что он собирается, а он, прям, очень плотно они это все изучали, научно-исследовательский институт, в конце концов, там, да, и он заявлял, что собирается на основе, там, вот этих выпорок, там, или что-то, там, каких-то вытяжек жить, там, 160-170 лет, там, то есть человек может. Ну, так мы не узнали, да, да, но в возрасте 101 года он в очередной раз стал отцом, то есть это вот он в возрасте 100 лет, вот, потом немцы его взяли в плен, и еще вот в столь почтенном возрасте он два года вывез в концлагерях, представляете, насколько был крепок его дух и тело, в том числе здоровье, я имею в виду. Вот. Сейчас у нас, вот, кстати, крайне актуальный момент, у нас впереди новогодние праздники. Все мы будем сильно злоупотреблять жирным, алкоголем и, в общем, вот, всем вот этим неполезным. Какие-то есть средства готовые? Конечно, есть. Если мы говорим, к примеру, про алкогольную интоксикацию, похмелье, грубо говоря, да, то с этим прекрасно справляется Иван-чай, ну, в смысле, Копорский чай с чабрецом. Именно в этом сочетании он прям за час может на ноги поставить. Главное, не забыть его в термосок залить с вечера. Также Иван-чай сагандалёй обладает такими же свойствами. Там главное только не переборщить. Там просто сагандаляна, да. Да, это тоже. Нет, тут еще само свойство Иван-чая, он интоксикацию снимает. Вот, и чабрец тоже такими свойствами обладает. И вот сагандаляна, и отечность снимает, в том числе и интоксикацию. Если мы говорим про жирную пищу, там, да, то вот альпийские луга очень хорошо работают по желудочно-кишечному тракту, да. Да вообще любые травки, на самом деле, вот, которые в нашей продукции содержатся, они способствуют хорошему и пищеварению, и сну, там, и нормализации, там, обменных процессов организма. Вот, я вот говорил, что обязательно каждый, вот, он определенным вкусом обладает, да, и... Но не все же вкусно. Вы знаете, вот мы тут не так давно с женой начали покупать чаи конкурентов. Пока что одно изочарование. Вот, честно. Нет, у нас, вот, например, русский человек, извините, я вас перебью, то есть, он, если ему не горько и не больно, значит, не помогает. Ну, это не так. Это так, потому что... Вы знаете, чаепитие, это, это некий, такой, можно сказать, ритуал. С кем попало, чай не пьют, да, то есть, это только друзья, близкие, это вот круг такой, это, можно сказать, сакральное. И, ну, было бы смешно, вот, если вот, вот в таком вот круге любящих людей, там, да, и сидеть и морщиться от того, что ты пьешь горький пищу. А у тебя глисты на пижму, вот, например, мама заварила. Я знаю, с детства, это отвратительная вещь. Пижма, да, она, кстати, помогает здорово. Ну, кстати, вот от этих... Глистов. От этих глистов очень здорово помогает вкуснейшая трава, степная мята. Она же шизонепетта, многонадрезная. Ну, кстати, в нашей линейке есть Иван-чай, Копорский чай со степной мятой. Прекрасно с этой справляется проблемой, нормализует, там, микрофлору кишечника. Все вкусные у вас молчат. Я не использую невкусные травы, потому что для меня это важно. И для любого потребителя это важно, чтобы чай был вкусным. Как вы приготовили замечательно, как у вас вкусно. А ничего невкусного я туда не ложил. Вот именно так. Именно так, да. Потому что я шлифовал не один год рецептуру там, да. И... Ну, просто попробуйте, и все. Хорошо, следующий момент. Допустим, тоже огромное количество споров между любителями чая разного. Сахар можно вложить в него, или? А... Лично я не кладу сахар в чай. Я считаю, что... А мед? Мед другая тема. Я считаю, что сахар он вкус крадет. Вот. И... Ну, мед это, да, классная вещь. В прикуску, но не туда. Потому что если в горячий чай налить мед, его свойства потеряешь там. Вот и все там. Чтобы меньше 60 градусов было. И так только можно. А сахар, ну, а кто нам запретит, в принципе, хоть сгущенку туда, да? Ну, да. Но никто же не запретит. Если уж сильно надо, ну, пожалуйста. Ну, лично я вот... Криминал не будет. Да, конечно. Лично я вот без сахара отпил чай. Хорошо. Ну, вот уж коль скоро мы работаем в рамках программы поляризации предпринимательства, да? То есть, давайте я такой меркантильный вопрос. Насколько прибыльно ваше дело вообще? Это... Знаете, для кого-то самое главное деньги в жизни, да? Для кого-то самореализация. И желание помочь людям через вот свою самореализацию, да? Через травы. Вот. Через свой труд. Вот. Я, наверное, отношусь вот к этим людям. Ну, я не жалуюсь, не бедствую. Звезд с неба не хватают, честно скажу, там. Не имею возможности, там, пойти, там, 570 из салона взять, там, к примеру, там, да? Нет. Но это большой труд. Это с утра, вот в сезон это с утра и до ночи. Это, знаете, вот бывает, работаешь на выставках. А, да у меня там вон в огороде растет. Я больше, чем уверен, эти люди никогда эту ту же душицу, там, пучок не сорвут, там, и не засушат. Это же мало того, что собрать нужно, ее нужно обязательно переработать. Вот, к примеру, лист Иван-чая, он, это одна из самых быстро загораемых трав. То есть два часа максимум в мешке, и она начинает горячей, он потом уже все, короче, выбрасывать это все. Это нужно переработать, там, в пучки связать, там, разложить. Тот же Иван-чая, к примеру, раскидать, это специально у меня помещение построил, да, чтобы именно подвяливать лист Иван-чая. То есть если его не довяли, что машина, роллер, это для скручивания листа Иван-чая, она его просто порвет в труху и... Ну, и он так, да. А если перевяли, что, ну, он пересохнет, все, выкинешь его тоже. То есть там есть ряд таких особенностей, на которые ориентируешься, когда он готов, там, да. Вот скрутил, вот мы, кстати, упоминали, что очень важны здесь вот нюансы, и все состоит из мелочей, как в любой жизни, как в любви, как в работе, все состоит из мелочей. Вот он, скрутили мы. По сути, ферментация, она, опять же-таки, должна происходить от 16 до 36 часов, я делаю 24, потому что мне вот больше вкус нравится, он не такой кислый, как 36, и уже... И он, может, совершенно по-разному пахнет, от малины, там, да. Ну, кислыми фруктиками такими. Да, совершенно, да. Вот, ну, смысл ферментации, это в чем заключается? Это, по сути, брожение в собственном соку, когда клеточная структура раздавливается, и вот в результате ферментации более сложные биохимические соединения в Иван-чае, они распадаются на множество менее сложных. Менее сложных, то есть более простых, другими словами. Их количество многократно прям возрастает, там, на порядке, и за счет этого увеличивается его лечебная сила. Вот многие, знаете, не то, что многие, но некоторых, я знаю, некоторых производителей, которые вот минуют вот этот этап, они скрутили сразу на сушку, причем некоторые вообще на солнце сушат, да, то есть, ну, что тоже, на мой взгляд, ну, это нельзя так делать. Во-первых, вот эту ферментацию, весь процесс этот суточный вычеркивают в погоне за прибылью, да, во-вторых, вот сушат, ну, неправильно. То есть, здесь обязательно, вот у нас, допустим, сушка в инфракрасных печах с керамическими нагревателями, что по спектру излучения соответствует русской печи, где вот наши предки его и сушили. Какие помещения у вас? Да, обычные. Тут дело не в помещениях, а дело в деталях, в нюансах, понимаете. И вот температура сушки 85 градусов должна быть, да, а на солнце, ну, максимум она в хороший день, солнечный, там, до 60. От этого и цвет, и насыщенность, вкус, а самое главное, полезные свойства. Поэтому, когда вот, после того, как это вот все высохнет, минимум два месяца, вот, у меня некоторые просят, там, типа, давай, дай свеженького продай, а я не продаю, потому что два месяца, он еще идет сухая ферментация. То есть, он созревает, в результате чего усиливаются его вот вкусовые качества и, самое главное, полезные. Это же сухая ферментация, это все равно процесс-то идет дальше. И вот из вот этих вот нюансов, казалось бы, которые, а, это ерунда, а это не ерунда. И получается классный, качественный продукт, полезный продукт и очень вкусный. И очень тщательно. Это прекрасно. Время нерезиновое у нас, к сожалению, заканчивается. Спасибо, Василий, большое, что вы пришли к нам в студию. Крайне интересно. Я думаю, мы беседу эту обязательно продолжим. Это не последний наш эфир. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Да не за что. В завершение хотел тоже сказать. Кстати, у нас есть еще время, и с новогодними праздниками тоже можете поздравить. Да, с наступающим Новым годом я поздравляю всех радиослушателей и всех жителей нашей чудесной солнечной республики Хакасия. И хотел бы напомнить, что фиточи Хакасии вообще снимает головную боль большинства людей в данный момент. Фиточи Хакасии – это лучший подарок для друзей и любимых. Не грейте голову. Это вкусно, полезно, в тренде, недорого. У нас многие покупают по 10-15 пачек и просто так, фу, выдохнули. И закрыли себе эту проблему. Не надо бегать по магазинам, что-то выдумывать, придумывать. Поэтому у нас есть подарочные наборы, шкатулки здоровья, мешки здоровья, так называемые. Все представлено на сайте. Сайт фиточи Хакасии.рф. Легко запомнить, трудно забыть. Замечательно. Так что пейте с удовольствием и на здоровье. Спасибо большое, Василий. Друзья, в радио Хакасии ФМ на 91,5 никуда не переключайтесь. Хакасии ФМ на 92,5 никуда не переключайтесь. Продолжение следует...